Доброе утро! На РБК региональные новости. Меня зовут Маргарита Гафарова. 1 миллиард 745 миллионов рублей выделят в республике в текущем году на реализацию госпрограммы «Экология и природные ресурсы». Об этом РБК УФА сообщили в Минэкологии Башкортостана. В госпрограмму, которая финансируется из региональной казны, внесены также некоторые изменения. Они синхронизируют социально-экономическое развитие республики и реализацию нацпроекта «Экология». Так, например, под программу совершенствования системы управления отходами производства и потребления добавились три новых целевых показателя. До 2024 года их необходимо выполнить на 100%. На территории республики до 2024 года будет ликвидировано более 2,5 тысяч свалок, установлено более 25 тысяч контейнеров для раздельного сбора отходов, построено 7 автоматизированных станций контроля загрязнения атмосферного воздуха в Сибае, Училахстер, Тамаки, Нефтекамске, Уфе и Плюс-2 в Салавате. Общий объем финансирования госпрограммы на период с 2014 по 2030 годы составит более 35 миллиардов 700 миллионов рублей. Из них 13 миллиардов средства республиканской казны, почти 3 миллиарда выделят из федерального бюджета, еще 231 миллион из местных бюджетов и 19,5 миллиардов в небюджетные источники. В Башкортостане больше студентов сможет учиться за счет государства. Как рассказал первый заместитель министра образования республики Ильдар Мавлитбердин, уже сейчас в высших учебных заведениях региона на 1073 бюджетных места больше, чем в прошлом году. Например, БГУ по программам бакалавриата и специалитета примет 2208 человек на бюджетные места. Это на 500 мест больше, чем годом ранее. Напомню, в этом году приемная кампания будет проходить в дистанционном формате, согласно рекомендациям российского Минобра. Заявление можно подавать в электронном варианте. Для этого нужно зайти на сайт ВУЗа и зарегистрироваться в личном кабинете абитуриента, соответственно, заполнить все поля, которые требуются, и прикрепить сканы паспорта, сканы диплома об образовании, ну или другие документы, которые требуются во время продачи документов. При этом на данный момент электронно-цифровая подпись не требуется ни по одним нормативным документам. В УГАТУ подать документы можно также через личный кабинет на сайте ВУЗа или с использованием нового сервиса поступления в ВУЗ онлайн на портале госуслуг. Как рассказали в техническом университете, в этом году, чтобы поступить в ВУЗ, достаточно сдать ЕГЭ как минимум на 180 баллов. Кроме того, в УГАТУ подготовили программу лояльности, которая позволяет получить скидку на обучение от 5 до 30%. Что касается творческих ВУЗов, то в них смогут принимать экзамены очно, только в случае улучшения эпидемситуации. Как сообщили в Уфимском институте искусств имени Загира Исмогилова, решение по этому вопросу будет принято ближе к началу приемной кампании. Жители Башкортостана смогут высказать свое мнение по поводу дневного тихого часа. Речь идет о законопроекте, который запрещает с 13 до 15.00 проводить шумные ремонтные работы в жилых многоэтажках. Инициатива прошла первое чтение в госсобрании и теперь вынесена на общественное обсуждение. Документ предусматривает введение штрафов за нарушение тихого часа. Для граждан до 2.000 рублей, для должностных лиц до 5.000, для юрлиц до 15.000 рублей. Исключение предлагается сделать для новостроек в течение первых полутора лет с момента сдачи дома, так как большинство квартир сдается с черновой отделкой и новоселам необходимо сделать ремонт. Также ограничение не касается ликвидации последствий чрезвычайных ситуаций. По словам спикера Республиканского парламента Константина Толкачева, депутаты стремятся учесть интересы всех граждан и окончательное решение по законопроекту примут только осенью по результатам обсуждений. Башкирские предприниматели могут принять участие в новом формате переговоров «Час торг предом». Проект запускают Республиканский госкомитет по внешнеэкономическим связям и Республиканский центр поддержки экспорта совместно с торговыми представительствами России за рубежом. Первая видеоконференция состоится сегодня в 15.00 при участии торг преда в Венгрии. Участники обсудят возможности выхода на рынок европейской страны, особенности межкультурной коммуникации, ограничения и востребованную продукцию в период пандемии. Для участия необходимо отправить заявку на электронную почту. Следующие онлайн-встречи запланированы с торговыми представителями Индии, Армении, Финляндии и Норвегии. И в завершении выпуска информация о курсах валют, установленных Центробанком на сегодня. Доллары и евро дешевеют. Американец потерял в цене 64 копейки, и курс составил 68 рублей 34 копейки. Евро подешевел на 15 копеек, курс 76,62. И лучшие обменные курсы к этому часу – покупка доллара в банке Финам по 68,61 и продажа доллара в банке Найва по 69,12. Наиболее выгодный курс покупки евро в банке Финам по 76,81 и продажа евро в Вакебанке по 77,25. На этом у меня все. Я с вами прощаюсь. Оставайтесь на РБК. РБК.